Девушки отдыхают 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 Прячься быстро. Тут все просто. Ви! Тебя увидят! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прячься быстро. Продолжение следует... 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 По словам, поднимемся до пресечения врагов, вместе с этими штрафами, четырех педагогов, возрастает до сих пор месяцев. Боже, я думал, никогда, блядь, не дождусь. Долго ты там сидел? Сколько тут дней, не знаю. Мои люди попытались мне помочь, приносили всякое. Ройс всех кинул в микроволновую сужилку и заставил меня смотреть. Мы здесь вроде как из-за тебя забирали бота, которого купил Декстер. Он сказал вам мне помочь? Нет, забрать товар. В этом весь Декс. Похоже, мы спасли тебе жизнь. Ты нам должен, Умбре. Господи, притормозите, а? Все свои долги я верну. Но не прямо же сейчас. Сочтемся, если еще потом встретимся. Все свои долги я вернусь. Все свои долги. Все свои долги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я пуля непробиваемая! Блять! У неё скрипты! Слишком мало в тебе дыр! Вот же уроды! Всё, теперь чисто! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Давай, Вия! Надо выбираться! Мелитех! У них эти дроны в каждой дыре! Давай за ворота! Там поговорим! Сучка из Мелитеха? Думала, мы больше не встретимся, да? Наивная соплячка. На сегодня проблем хватит. Да, тебе уж точно. Сегодня я хотела наказать Ройса по справедливости. Без тебя у меня ничего бы не получилось. Оставь себе болта, и мы в расчете. Проверить периметр. Отцепить район! Знаешь, нам пора, Мамита. Нифига себе, Ви. Я думал, мы оттуда уже не выйдем. Спасибо, Джек. Ты крутой. Ну, ты тоже. А чё такое-то? С тобой всё нормально? Да, просто хотела. Короче, мы хорошие напарники. Мне нравится, как мы работаем. Мне тоже, Ви. Мне тоже. Эй, дай знать Дексу, что болт у нас. Потом предлагаю завалиться в подсмертие. Хе-хе. И обмыть это дело. Ай, Луи Губи. И что? И мы с ней не сработались. Бедная Мередит. Наверняка её вызвали на ковёр после вашего неудачного свидания. Так как ты сумела убедить Ройса расстаться с болтом? Единственным способом, который всегда работает. Силой. Ты крепкий орешек, мисс Ви. Уже поговорила с Эвеллен Баркер? Как раз собиралась. Ага. У неё есть информация, без которой до чипа не добраться. Паркер будет ждать тебя в баре Лизис. Удачи. Ирланды. Ирланды. Теперь добавляйтесь. Курченко и эвеллен Баркер. Ирланды. Например. Ирланды. 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 Разобращать. Последний. Лизис. Ирланды. Ирланды. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 и кляпы без проблем покупаешь привет будешь что-нибудь кстати если бар лизис значит лизе хозяйка уже давно нет и это малоприятная история умеешь заинтриговать лизе когда-то держал этот стрип-клуб назывался у лизе у девочек были неплохие ставки страховка охрана хорошее место было но видимо счастье длилось недолго на тигриные когти постарались один из тигров зверски избил одну из девушек лизе за что лизе на месте отстрелила ему яйца на следующий день банда вернулась лиз погибла получается они потом решили пусть шельма это место держит тип того шельмам пришлось с ними договариваться они быстро собрались мозги у них были где надо за главную теперь с юзи кью но вывеска осталась знак уважения и с тех пор бизнес процветает а что в меню я ищу эвелин паркер ты не знаешь она здесь а кто спрашивает человек который дает большие чаевые в обмен на ответы чаевые это всегда хорошо но прости не платят не за то чтобы я болтал не платят за другое все в порядке матео я ее ждала эвелин паркер я сразу поняла что это ты а чё сразу не подошла хотела немного на тебя посмотреть почему мы встречаемся здесь есть особые причины мне кажется это место не то чтобы в твоем стиле приму за комплимент пойдем тут слишком много любопытных ушей мы будем в лаунже матео если что нас не для кого нет что ж хорошего дня милый Декс много о тебе рассказывал. Говорил, ты эффективно работаешь и никогда не подводишь. Надеюсь, он не преувеличивал? Я жду тебя. Я профессионал. Команда у меня проверенная. Мы не провалили ни одного дела. На этот раз дело будет посерьезнее, чем грабить терминалы в подворотнях. Намного серьезнее. Я в курсе. Это как раз мой уровень. Декс сказал, работа будет опасная. Кстати, вы давно работаете вместе, ты и Декс? Пишешь его биографию? Прости, я не то чтобы много знаю. Другими словами, вы знакомы всего ничего. И все-таки он выбрал тебя. Хм. Любопытно. Окей, звякни Дексу, если у тебя какие-то сомнения. Я подожду, нет проблем. Он скажет мне то, что я уже слышала. Или то, что я хочу услышать. В этом смысле хуже фиксеров только продавцы подержанных авто. Так что придется мне пока положиться на чутье. Давай лучше про заказ. Что ты хочешь сделать? Я так понимаю, тебе рассказали про цель. Биочип. Ключевая деталь программы. Сохрани свою душу. Мы переходим дорогу Арасаки. Эти ребята точно захотят отправить нас в лучший мир. Да, они вложили миллиарды в технологию переноса личности. Но меня интересуют только данные на чипе. Он сейчас находится в отеле Компеки Плаза. Знаешь, где это? Была там? Арасаки явно неровно дышит к этой сети. Но, как по мне, Компеки в Токио на порядок лучше остальных. Наш такой же, как токийский. Никакой разницы. В Японии и персонал, и сервис явно лучше. Сингапур, Париж и Вашингтон даже близко не могут подойти. Жалкое подобие левой руки. Что ж, с этим трудно спорить. Так, где именно хранят чип? В Люксе, на последнем этаже. Там живет Юрино Буарасака. Юрино Буарасака в Найт-Сити? Значит, газеты не врут. Офигеть. Весь Найт-Сити только об этом и говорит. Последний сын Сабура Арасаки, которому достанется вся корпорация, почтил нас визитом. Да ладно. Император спустя 150 лет уступит кому-то трон. Сомневаюсь. Мало кто в Найт-Сити знает, какие на самом деле планы у семьи Арасака. А ты как раз знаешь. То есть мы крадем даже не у корпорации, а у самого Юрино Буарасаки? Юрино Буарасаки. Все его влияние пошло коту под хвост, когда он поссорился с отцом. Сабура уже много лет крепко держит его за яйца. И вполне может их оторвать, как только поймет, что сын опять принялся за свое. Допустим. Но это все-таки Юрино Бу, блядь, Арасака. У каждого из таких шишек своя армия по вызову. Я уверена, что к отелю сейчас вообще не подступиться. Фишка в том, что у Юрино Буарасаки нет никакой охраны. Совсем. Причем уже давно. Это почему? Знаешь поговорку про разведку Арасаки? Когда ты чихаешь в Найт-Сити, в Токио опадает цветок Сакуры. Юрино Бу уверен, что охранники постоянно доносили на него отцу. Ну ладно. Если у тебя есть в рукаве какой-то туз, самое время его вынуть. А теперь держись крепче. Начинается самое интересное. Юрино Бу сам вынес чип из лаборатории Арасаки. И договорился продать его сетевому дозору. Уже поняла, что у меня за туз? Или надо разжевать? Что-то здесь не так. Дозор всегда держал нейтралитет. Зачем им рисковать своей репутацией и покупать краденое? Дозор занимается безопасностью корпораций. И корпусы за это платят бешеные миллионы. Однако это не отменяет того, что в наше время святых нет. Все хотят урвать побольше. Чтобы выиграть, надо идти ва-банк. Какие у них с Юрино Бу условия сделки? Неважно. Сосредоточься на биочипе. Что могут предложить бравые солдаты киберпространства? Тайны его врагов? Это тебя вообще не должно волновать. Твоя задача — устроить так, чтобы сделка не состоялась. Значит, чип лежит без охраны, потому что Юрино Бу вынес его без спроса. Где он тогда его держит? Скорее всего, в контейнере, где воссоздана органическая нейронная среда. Но выглядеть это должно, думаю, как обычный дипломат. Окей, и где он? Скоро сама увидишь. Если, конечно, не хочешь еще посплетничать о семье Арасака. И еще один вопрос. Что за данные на этом чипе? Это неважно. Вообще. Мы говорим о данных, которые Юрино Бу спер у Арасаки и хочет передать дозору. Это не может быть неважно. Послушай, Ви, чип нужен мне. Тебе нужны деньги. Давай исходить из этого. Ты выполняешь задание, я перевожу на твой счет кучу денег. Я кое-что знаю о Юрино Бу. Он изучал биотехнологии и финансы в Токио. Скорее всего, по воле отца. Угу. Сабура готовил его себе в преемнике. Но потом Юрино Бу вдруг ушел из корпорации. Присоединился к Стальным Драконам, кочевникам из Токио. Кажется, они готовили переворот в Арасаки. Ага. Только этот подростковый бунт кончился, как обычно кончаются такие бунты. Юрино Бу вернулся в семью, но осадок остался. Ты много знаешь, но с ним не все так просто. На самом деле он умный парень, у которого свои планы на корпорацию. Очередной корпорат, которому лишь бы дорваться до власти. Хм. Ты хоть когда-нибудь задумывалась, как живется сыну императора? У тебя есть все, и при этом ты никто. По крайней мере, пока ты в тени великого Сабура Арасаки. Согласись. Неприятное чувство. Оно делает его беззащитным. И ты собираешься это использовать? Я кое-что знаю, Ай. Угу. Но потом я... Ага. Ты много знаешь. Этот трюк с биочипом может стоить ему всего. Да. Просто он поверил в то, во что все тут верят. Что можно попытаться и получить контроль над чем угодно. Окей. Что теперь? Теперь самое интересное. Пойдем. У тебя будет возможность распланировать операцию по брейндансу из компеки Плаза. Зачем мне брейнданс? Тут нужны факты, а не ощущения. Думаешь, по брейну можно только дрочить в кабинках на цифровые сиськи? Вовсе нет. Брейнданс позволяет анализировать детали. Нюансы недоступны зрению даже прокачанному. Тебе это пригодится. А что на этой записи? Апартаменты Юри Нобу. Изнутри, в подробностях. Тебе надо будет найти чип. Эй, мы не договорили. Тебе надо будет найти чип. Надеюсь, запись для этого достаточно подробная. Стой, это ты записала материал? Ага. Через видеоимплант. А что такое? Если на записи квартира Юри Нобу, значит, ты там была. Вы с ним знакомы? Как иначе я бы туда попала, по-твоему? Мы знакомы и очень хорошо. Мы бизнес-партнеры. Сотрудничаем на взаимовыгодных условиях. Покажи мне брейнданс. Сейчас Джуди все покажет. Она сама из Шельм. Мы с ней знакомы не первый год. Ви, один важный момент. Джуди мне помогала не раз и не два. Я ей доверяю. Но она одна из Шельм. То, что я с ней работаю, не делает ее твоей напарницей. Поэтому будь хорошей девочкой. И держи язык за зубами. Расслабься. Я не дура. Понимаю, с кем и как надо себя вести. Ты что делаешь? О, привет. Это Ви. Она за материалом. Ви. Это Джуди. Лучший монтажер брейнданса, которого я знаю. Ой, не начинай. Меня сейчас тошнит. Усилители сенсорики, индикаторы эмоциональных и акустических волн. Ничего себе оборудование. Почти все модифицировано. Заводские только корпусы. Сама улучшаешь. А ты как думаешь? Это же транслятор мимики Фуицуки, да? У этой серии вроде были проблемы с матрицей. Так-то да. Но в другие модели не вставишь дополнительный скан модерн. А матрица меняется на раз-два. Ладно, ладно. Твоя запись готова, Эва. Что скажешь, как она тебе? Ну, еще сыровата, конечно. Но сойдет. Самое главное, чтобы Ви могла туда попасть. Ну да. Откалибруем под нее. Ну, нам с Чпок-стрита еще и не такое присылали. С этим как-нибудь уж справлюсь. Ну, тогда чего? Запускаем Ви? Пусть там осмотрится как следует. Давай. Ты готова? Уже бывала в сыром брейне? Как-нибудь справлюсь. Давай начинать. Не вопрос. Ну, садись, располагайся и приступим. Сначала создам твой сенсорный профиль. Что? Какой еще профиль? Модель твоих эмоциональных откликов и ощущений. Надо подогнать ее, чтобы ты там не офигела. Иначе после подключения тебя в лучшем случае будет тошнить. Как в низкопробных записях. А в худшем? А в худшем твои синапсы поджарятся, как на гриле. Но мы до этого доводить не будем. Угу. Окей. Поехали. Надеюсь, больно не будет. Нет, не в этот раз. Так, сиди смирно и смотри на меня. Сейчас я подключу тебя к сканеру. Будет слегка покалывать. Угу. Окей. Теперь откалибруем оптику и остальные сенсоры. Смотри на эти два экрана. Как будто ты окулиста. Эту калибровку надо будет каждый раз делать? Не обязательно. Но оно того стоит. Погоди две минуты. Сейчас увидишь, что дает анализ брейн-танца. Еще секунду. Надо заблокировать болевые рецепторы. Ну все. Готово. Теперь потестим профиль. Я дам тебе что-нибудь на пробу. Ну, чтобы освоиться с редактором. Так-так. Что бы тебе тут? А нельзя ее закинуть в мою запись? Быстрее будет. Лучше не рисковать. Это займет минуту. Я уже нашла кое-что подходящее. Это будет быстро. Погружение через три, два, один. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА План простой. Никаких выкрутасов. Заходишь, выгребаешь бабло, отваливаешь. И мы продаем брейн этим психам из студии. Ага, понял. И не забудь, все по полной программе. Они нам еще доплатят за высокий адреналин. Окей, давай вперед. Всем лежать на землю. Целуем пол, живо. Деньги, быстро. Еще секунды, и я тебя положу. Тише, тише, я... Давай, шаголу тебе нахуй отстрелю. Редактор субтитров А.Семкин Круто, да? Жаль, конечно, мы упарываемся, но почти все, что проходит через нас, годится только, чтобы Лысого погонять. Так, чего? Смотрим записи, Эвы? Не знаю. Может, перерыв? Я до сих пор чувствую, как... Думаю, с меня хватит. Ви, времени нет. Возьми себя в руки. Ладно, ладно. Сейчас подключу Тибак, и можем начинать. Воу-воу-воу, кого? Раннера из моей команды. Она спец по безопасности. Будет говорить, на что обратить внимание. Это не проблема? Вообще-то проблема. Нет, мы так не договаривались. Эвелин, послушай, без Тибак я тут много не сделаю. Джуди, пожалуйста. Эва, она хочет запустить Раннера. Ты что, не понимаешь, куда мы можем влипнуть? Кто гарантирует, что она просто подключится к записи? Я. Я тебе гарантирую. Ага, конечно. Помоги последний раз. Я тебе обещаю, все сложится. Все будет нормально. Окей. Звоните, Бак, и погружаемся. Привет, Ви, что такое? Привет, Бак. У меня тут материал из компеки Плаза. Брейнданс. Компеки? Ну, понятно. Кто там с тобой? Неважно, не обращай внимания. Мне нужна помощь. Надо понять, куда смотреть на записи. Поняла, я тебя проведу. Подключаюсь к тебе. Дай мне доступ. Открываю порт 1779. Защищаю протокол. Есть, захожу. Сейчас отправлю запрос. Получила? Да. Ты готова? Секунду. Окей, проверила соединение. Устанавливаю временный лед. Готово. Стартуем. Джуди, подключай. Так, Ви, смотри внимательно. Нам надо узнать, где Ерюнову держит чип. Судя по виду, ты просто место для Ебли. Я угадал. Так, Ви, смотри. Так, Ви. Субтитры сделал DimaTorzok Я сказал нет Меня же за это убьют Значит погибнешь за правое дело Ничего себе тут камеры Датчики движения, теплодетекторы Система свой-чужой Ты же справишься с этим? Без проблем вообще Если будет доступ к их подсети Простите я Располагайся пока Я закончу чистку Надо послушать их разговор Там может быть что-то важное Через минуту Это мы посмотрим Верном сапам это У сигнализации новая прошивка Но птички на бордах Начирикали Что она дырявая Как решето Я сгенерю ключи С поддельными сигнатурами Судя провинтят и правительственные Не угодно Надежда За правое дело Простите Располагайся пока Я закончу через минуту Это мы посмотрим Мой отец Замученный Безидейный дед Который не любит перемены И хочет жить вечно В своем маленьком Застывшем мирке Я закончу через минуту Это мы посмотрим Пожалуйста Не спешите Обсудите это С вашим отцом Он уделяет этому проекту Особое внимание И может объяснить Как опасно Мой отец Замученный Безидейный дед Который не любит перемены И хочет жить вечно В своем маленьком Застывшем мирке Пожалуйста Мне не полагается Даже слушать такие выражения Так послушай еще Сабура Безумный деспот Который потерял связь С реальностью Он живет в мире Которого уже нет Может никогда и не было Мы за 20 лет Не договорились Не договоримся и теперь Пожалуйста Ознакомьтесь с документацией Чип должен храниться В определенных условиях Этим нельзя Ясно Хватит Слышала Где-то здесь документы на чип Посмотри вокруг Прости пожалуйста Работа Такая штука Ничего Я даже еще не совсем потеряла терпение Все в порядке Ты какой-то напряженный Мой отец Замутен И за 10 лет Отром Не хочет жить Ясно Чип должен храниться В определенных условиях Этим нельзя Ясно Продолжение следует...